Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас избыток меридиана тройного обогревателя, извиняюсь, либо избыток в меридиане тройного обогревателя. Пожалуйста, вот здесь мы я могу сказать, что что самое важное знать что не нужно рассматривать меридиан как вот эту вот ведь только понятно, да? Где вот она начинается меридиан и где вот он заканчивается понятно, да? Вот это все контролирует меридиан тройного обогревателя не забывайте, что меридиан тройного обогревателя, это еще что? Внутренний канал понятно, да? И когда он приходит в избыток, либо у него много избыточной энергии, либо когда по простому словами он воспаляется это есть нарушение психики у человека что такое психика? прежде всего это наука нашей жизни и как в медицине и в повседневной жизни то же самое. Почему? Потому что психика это восприятие человека в том мире в котором он живет как вы воспринимаете те энергии, которые вас окружают как вы с ними делитесь, как вы с ними живете как вы их познаете вот элементарно простое вот мы коснулись это память ваша вот это проявление эмоций кто-то свои эмоции внутрь извините меня там засунул и нет, и что нельзя проявлять эмоции а кто-то наоборот эмоциями настолько выплескают свои, что самому плохо и рядом стоящим людям ясно но психика это также взаимодействие человека с окружающей средой то есть все что человек взаимодействует с тем, что его окружает либо нас окружает это и есть психика простыми словами это развитие человека еще проще забегая наперед раньше называли бога в Египте извит вот какой вы извит подаете богу простыми словами ну еще мы даже скажем что на востоке проноспогреватель относят к каналу ангела-хранителя вот как вы живете либо развиваетесь со своим ангелом-хранителем это мы так сказали иносказательно немножко чтобы человек немножко подзадумался и точка ТР1 в Гуанчуне обладает свойством что расслабить тройной обогреватель когда нужно расслаблять тройной обогреватель знаете его нужно расслаблять когда человек чувствует что его что-то несет что что-то его разрывает на куски что что-то внутри все воспалено не дает сделать полный вдох и полный выдох что что-то стесняет что какой-то дискомфорт непонятно надвигающаяся паническая атака вот пожалуйста данную точку ТР1 в Гуанчуне нам нужно расслаблять у нас будет отдельное видео как эту точку расслаблять помните расслабляя данную точку вы расслабляете все органы которые находятся в нашем туловище вот здесь все органы всю кровь все системы все сосуды помните здесь находится 80% кровяной массы здесь находятся все жизнедеятельные наши с вами органы и системы и вот за них всех отвечает тройной обогреватель если не дай бог эти системы воспаляются этому человеку очень будет плохо очень потому что воспаление очень тяжело снимается особенно если еще человек накопил если человек по факту сразу снял это воспаление оно сразу у вас снимется поверьте а если человек накопил глушит глушит это воспаление не знает откуда оно берется и накапливает накапливает тогда как бы шарик не надувался он все равно взорвется потому что данная информация вам в помощь спасибо за внимание как бы шарик как бы шарик